Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о германском комплексе противовоздушной обороны Skynex. На самом деле, этот обзор мы делаем по многочисленным запросам, которые поступали в сообщениях. Но по факту пока что рано о нем что-либо рассказывать в том виде, в котором многие просили рассказать. Потому что речь пойдет о том самом комплексе на колесном шасси с 35-мм пушкой, а не о всем комплексе противовоздушной обороны Erlikon Skynex, который включает в себя и эту пушку. Но я уверен, что когда со временем про каждый из элементов сделаем обзор, соберем в один целый и расскажем про весь комплекс. Сегодня я объясню, почему рано про Skynex предметно рассказывать и что он вообще собой представляет. Если вы хотите поддержать нашу работу, сделать это можно по ссылкам в описании или через кнопку спонсорства здесь на ютюбе. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Давайте по порядку. Во-первых, очень мало фото и видеоматериала на комплекс Skynex. По той простой причине, что только в 2021 году в количестве двух штук он был принят на вооружение Бундесвером. Да, на сегодня только две штуки было произведено и две штуки были отправлены в Украину. Два комплекса еще производятся, потому что Skynex – это детище хорошо известной компании Rain Metal, которая получила заказ от правительства Германии на создание еще двух комплексов. Стоимость контракта составила 182 миллиона евро. Поэтому можно предположить, что один комплекс стоит порядка 90 миллионов евро. Кто-то скажет, что за 35-мм пушку это дорого. Но не стоит спешить. Skynex – это не только пушка. Это целый комплекс. Пушка – это только часть от того, что входит в состав Skynex. Компания Rain Metal впервые представила на выставке Eurosatory 2016 свою новую наземную систему противовоздушной обороны Skynex. Что именно представили, что вошло в комплекс? Это 35-мм пушка револьверного типа Erlikon Mark III. Это система противовоздушной обороны SkyShield. Пусковые установки для зенитных ракет. Тогда же было сказано, что комплекс Skynex имеет модульную архитектуру. Что позволяет подключать различные радары, датчики, лазеры, зенитные комплексы и много всего другого, чтобы насытить комплекс. Как примерно может выглядеть комплекс Skynex, вы можете видеть на своих экранах. Это решение, которое позволяет закрыть небо как на малых, так и на больших расстояниях. Это касается самолетов, вертолетов, беспилотников, ракет и вообще всех возможных летательных средств, которые потенциально могут нести угрозу. Плюс, что касается самой пушки, полное название которой – Erlikon Revolver Gun Mark III. Так вот, она размещается на специальной платформе, что позволяет ее устанавливать как стационарно или можно разместить на колесное шасси с колесной формулой 6х6 или 8х8. Это уже на усмотрение заказчика. Таким образом, можно быстрее доставлять на нужную позицию пушку. Но в ролике презентации показан комплекс именно на колесном шасси. Но надо понимать вообще, что входит в комплекс, потому что это, как я уже сказал выше, не только пушка. Но давайте закончу по части истории. Второй раз в 2017 году на выставке IDEX 2017 компания Rain Metal показала комплекс Skynyx, который включает в себя систему управления Erlikon Skymaster, которая позволяет осуществлять удаленное управление всеми элементами комплекса, включая пушку и радар. Тут же сама пушка Erlikon Mark III, радар обнаружения Erlikon X-Star 3D, лазерная пушка Erlikon SkyShield High Energy Laser и ракетный комплекс Denelchita CRM. Понятное дело, что когда показывают на выставках, ищут потенциальных покупателей. Но в итоге единственным покупателем стал Bundeswehr. И два комплекса с 2021 года стояли на вооружении Bundeswehr. Других покупателей не было, и комплексы, понятное дело, не использовались, чтобы можно было посмотреть их в действии. И более предметно о том, что собой представляет комплекс Skynyx. Это модульная система, где пункт управления, радар и орудия размещены отдельно, что позволяет, как я ранее сказал, дополнить комплекс различными и орудиями, и датчиками. Управление и контроль за всеми процессами, а также непосредственно управление и ведение огня происходит из командного пункта SkyMaster. 35-мм пушка Erlikon Revolver Gun Mark III может получать и обрабатывать данные с 3D и 2D поисковых радаров. Пушка может использовать все современные и перспективные 35-мм боеприпасы. Способна поражать воздушные цели на расстоянии до 4-х километров и летящих на высоте до 3-х километров. Скорострельность составляет до 1000 выстрелов в минуту. Как правило, на сегодняшний день с пушкой используются 35-мм программируемые боеприпасы AHEAD. Про эти боеприпасы на канале есть отдельный обзор. Рекомендую посмотреть для полноты картины, и чтобы понимали, насколько они эффективны при поражении воздушных целей. Уточню только для тех, кто не захочет смотреть обзор на AHEAD, что этот боеприпас содержит 152 вольфрамовых суббоеприпаса весом 3,3 грамма каждый, и содержит взрыватель с временной привязкой, в котором время срабатывания задается в процессе стрельбы программатором боеприпасов, установленным на дульном срезе. Время срабатывания взрывателя зависит от дальности до цели. Таким образом, когда снаряд находится на небольшом расстоянии от цели, взрыватель активирует небольшой пиротехнический заряд, который открывает бока боеприпаса и позволяет выбрасывать суббоеприпасы за счет центробежной силы вращения боеприпаса. Таким образом увеличивается площадь поражения целей. Но уточню, что есть еще один боеприпас AHEAD, индекс PMD-428, который уже содержит порядка 600 суббоеприпасов. Понятное дело, что каждый из них весит меньше. Боекомплект составляет 252 боеприпаса, которые готовы к использованию. Начальная скорость полета боеприпасов, выпущенных из Erlecon Mark III, 1400 метров в секунду. Заканчивая про пушку. Она может устанавливаться как стационарно, так и на колесное шасси. В комплекс может входить до четырех пушек Erlecon Mark III. Все зависит от целей. Хотя отмечается, что пункт управления может одновременно обслуживать до восьми пушек. А это означает, что можно использовать как дополнительные пушки Erlecon Mark III, так и другие, включая ракетные комплексы. Чем еще оснащается пушка? Это встроенный радар сопровождения X-диапазона, который позволяет осуществлять автономный секторный поиск целей, лазерный дальномер, смотровая и инфракрасная камеры. Радар X-диапазона оснащен вертикальной фазированной антенной решеткой и может сопровождать цели, которые летят на расстоянии более 10 километров. Отслеживание и поражение цели рассчитывается и производится автоматически встроенным процессором управления огнем. Для обнаружения целей в комплексе используется радар Erlecon X-Star 3D. Компания RainMetal отмечает, что радар способен определять цели на расстоянии от 30 до 50 километров и в комплекс может входить до трех таких радаров. Как вы поняли, Skynex это, уж простите за тавтологию, комплексный комплекс, а не просто пушка на колесах. И если говорить про ценник, то в него входит и радар, и пушка, и пункт управления. Поэтому он более чем оправдан. Да еще и модульность конструкции и возможность подключать различные датчики. Ранее на канале выходили обзоры и на 35-мм буксируемую пушку Erlecon, и на зенитную самоходную установку Gepard, и на боеприпасах Head. Для полноты картины, пожалуй, тут не хватает еще обзора на Mantis. Если будет интерес, пишите в комментариях. А что касается Skynex. Как вы поняли, на бумаге это еще один из добротных комплексов, который основывается на обкатанных пушках, улучшенных радарах, которые тоже ранее показали себя неплохо. В общем, немцы с умом доработали и так уже хорошо показавшие себя системы. Понятное дело, что его создавали на экспорт. Вряд ли в ближайшие годы над Германией будут летать обильно беспилотники или вертолеты, которые надо уничтожать недорогими ракетами за почти все деньги мира, а относительно дешевыми боеприпасами. Решение отличное и хорошо для компании Rain Metal, что нашелся на комплекс покупатель, хоть и в виде германского правительства. Что ж, это был комплекс противовоздушной обороны Skynex. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.